Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подростку в 14 лет не хочет ездить к бабушке даже на вечер, хотя вместе с родителями. Говорят, что не обязан, что ему скучно с ними и так далее. Его заставляют. Как объяснить ему, что родных нужно увидеть, что не видеться с ними по полгода. Такой вопрос. Ну, вы знаете, мой ответ, он будет, пожалуй, таким, несколько провокационным, вот. Прошу к этому постараться отнестись с пониманием. Начать, пожалуй, стоит с того, что вот подросток говорит, что его заставляют и так далее. Как вы сами к этому относитесь? Ну, то есть, вот, буквально, как вы считаете? Правда это или нет? Как вы считаете, объяснение того, что нужно видеться, это не заставление человека? То есть, вот, ну, как вы сами это видите, как вы сами это воспринимаете? Дальше. Ну, вот вы говорите, что надо видеться. А зачем? Ну, видеться нужно вам. Вероятно. Потому что у вас и привязка есть к бабушке, да, или к вашей маме. У вас есть привязка. Отношения есть у вас. А у бабушка ничего такого нет. У него нет отношений. Ну, в этом смысле. К бабушке. Нет отношений от такого, которого вы хотели бы. Потому что оно у него другое. И все. И он не может относиться к бабушке так, как вы хотите. Что делаете вы? Вы хотите вложить вот именно вы хотите вложить в человека буквально свои переживания. чувства. Вы хотите вложить в человека буквально в свои чувства. И как вы думаете как вы думаете это гуманно по отношению к ну вот человеку? на сколько это гуманно по отношению к нему? Вот постарайтесь ответить себе на этот вопрос. Ну, на мой взгляд основная история заключается в том, что вы не можете внушить человеку ваши чувства. То есть у вас это одно, у него другое. я бы сказал, что ваш аргумент, который вы пишите, что родственников родных нужно увидеть, он не работает. Потому что прожидает встречный вопрос. Прожидает вопрос а кому нужно? А если не нужно? Понимаете? И вам необходимо как мне видеться, как мне кажется, вам необходимо менять аргументацию свою. То есть нужно, чтобы аргументация была не такая. аргументация была другой. Чтобы аргументация была, наверное, ну, наверное, более близкой к ребенку. к ребенку. Вот. Именно более близкой, чтобы она была. Чтобы ребенок ее лучше чувствовал, чтобы ребенок ее лучше понимал. Чтобы она как-то откликалась ему. Понимаете? Вот. А сейчас этого вот не происходит. К сожалению. Поэтому мне кажется, мне кажется, мне кажется, что вы себе сами как-то вот возможно не можете объяснить до конца для чего видеть родных. Вот. Ну, то есть одно дело, если у вас есть любовь, если вы любите бабушку или вашу маму, да? Вот. И самым собой чувствуя любовь, испытывая ее, вы хотите ее как-то выразить, как-то проявить и соответственно вы хотите увидеть человека. Это нормально. Так штука. Важная вещь заключается в том, что подросток может этого не чувствовать. У него может быть другое отношение к этому сыну. Понимаете? вам моя коллега Марина Игулькова на мой взгляд очень очень хорошо ответила в этом смысле, что с ребенком нужно разговаривать, что с ребенком нужно договариваться. то есть это действительно так. Действительно нужно договариваться, то есть чтобы человек видел что и для чего он делает. То есть вам необходимо своего рода признать, что тех чувств, которые испытываете например вы к бабушке или к вашей маме ребенок не испытывает. Бабушка мне идет по крайней мере с точки зрения подростка не идет ему навстречу. То есть бабушка не делает ничего чтобы подростку было хорошо с ней. Она делает ничего для того чтобы ему как-то с ну с ней было весело, чтобы как-то с ней было хорошо, как-то с ней было интересно, приятно и так далее. То есть бабочка не прислушивается вероятно к ребенку. Ребенок чувствует себя неуслышенным. Ребенок чувствует себя скажем так выполняющим только какую-то вот скажем так функцию. вот отбивающим ребенок чувствует себя отбивающим долг. Я думаю что я надеюсь что вы не будете спорить с тем что все-таки это должно приносить удовольствие а вашему ребенку это удовольствие не приносит. а вы заставляете его это удовольствие получать. То есть ребенок удовольствие не получает а вы заставляете его это удовольствие получать. и само собой в этой ситуации появляется процесс само собой в этой ситуации появляется сопротивление это нормально это естественно и я бы рассказал что это хорошо вот граммельную вещь наверное сейчас говорю но это хорошо потому что ребенок сохраняет таким образом свою идентичность не теряет ее вот на мой взгляд моя коллега Марина Голикова очень грамотно вам ответила она грамотно сказала вам в смысле того что желательно и что нужно делать другой вопрос заключается в том захотите ли вы это то есть ну захотите ли вы в этом направлении что-то захотите ли вы в этом направлении что-то делать захотите ли вы менять свое отношение к своему ребенку захотите ли вы или может быть даже правильнее правильнее было бы сказать получится ли у вас признать что у него у ребенка тоже есть право чего-то не делать того что вы хотите надо сказать что в этом возрасте как и предыдущем настолько наверное насколько более остро дети чувствуют когда делается что-то для них а когда не делается что-то для них и вам будет все сложнее объяснить зачем ребенку у которого сейчас появляются свои интересы вот ребенку у которого сейчас появляются свои желания свои интересы вот для чего ему тратить время на то что в общем-то не для него то есть зачем это ключевой ключевой вопрос ну конечно вы можете ответить на этот вопрос сказать что так хочет бабочка например и само собой вероятно вы будете будете правы действительно бабочка может этого хотят но тут нужно учитывать стороны все вот и если бабочка например например чего-то хочет хорошо все как сделать так чтобы получала не только бабочка но и ребенок вот то есть ребенок что-то сделает он к ней приедет чтобы ее увидеть и так далее что сделает бабочка что-то сделает бабочка чтобы в этом смысле может быть быть более интересной для человек и делает ли она вообще что-то В памяти правильно я ни в коем случае не хочу обменять никого. Просто я вижу то, как могут обстоять в этом смысле дела и хотел бы предупредить вас от действий, которые могут повредить скажем так, которые могут нанести вред. И вред могут нанести довольно серьезный. Последнее на что сейчас я бы хотел обратить ваше внимание. Вот прям последнее. Какими чувствами вы реагируете на то, что ребёнок не хочет ехать? Вот как вы реагируете на это конкретно вы? На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Общение